всем привет дорогие друзья вы на канале катрин продолжаем ведьмачка 81 серия поставила я уже задание к баре одолжить у мадам мирен бутафорский меч нам нужно и как вы писали в комментах нам нужно обязательно помедитировать перед этим я правда уже помедитировала а смотрите на карте вместе встать по этот противники красным отмечены где-то внизу все дороги ведут в махакам и обязательно нужно будет заменить бутафорский меч по ходу все очень впечатлил меня комментарий по поводу отношений и эфир и геральта о книжной истории не по игровой о том что енифер даже жизнь свою отдала для того чтобы спасти геральта но не не получилось и у меня сразу возникает вопрос почему тогда разработчики этой игры сделали енифер здесь такой вот герзкая сучка даже по отношению к самому дорогому человеку к нему хотя с другой стороны может быть хотели сделать какой-то альтернативный путь ну просто какую-то альтернативу чтобы у игрок игрока был выбор и не знаю но можно было все равно тогда не делать вот такой вот герзко именно к нему а где она а второй меч у тебя на случай если сломается добрый день рада тебя видеть вы хорошо знаете дуду да впрочем он почти ничего о себе не рассказывал он же когда-то был купцом да у дуду всегда был нюх на выгодные сделки но похоже он оказался слишком честным чтобы работать в новиграде именно так я всегда ему говорила как бы он не менял облик он всегда остается добрым и порядочным наверное именно поэтому ему так плохо давались роли кровавых тиранов и тайных убийц слишком за рано что он был отличным доверенным слугой или призраком старого короля у меня просьба я хочу одолжить кое-что из вашего реквизита бутафорский меч мы вернем он тебе еще не знаю но лютик утверждает что он ему нужен по зарез я так и знала что с этим как-то связан мастер лютик смею надеяться вы не собираетесь со мной конкурировать прошу благодарю мы стараюсь его не повредить будьте здоровы блин а шо мне там еще писали съела вспоминала за шрам не за меня уродина так а по поводу статуэтки которые мы нашли что все-таки потом 3 свернется вы написали и шрам на щеке стефан скеллин оставил именно нашей дорогой любимой цири это которого потом повесили на веревке веревка это было вот у краснолюда правильно думал брена черта я еще хотела поговорить что-то вспомнить капец как тут все переплетено как все интересно а стоп а чё я бегу давайте сразу поменяем на меч а идея этот бутафорский меч это кстати можно попродавать тут же у нас он картина а где меч бутафорский стоп ничего не поняла перед тем как пойти к лютику нам нужно это все заменить убрать и убрать тю блин ну не увидела я его ну что поделать и нужно помедитировать а до какого момента я уже не помню говорил нам об этом лютик или нет да я с одним бежу за топорский о рядом парикмахерская медитация давайте до ночи кто-то там стоит наконец-то послушай план такой схоластика обожает авантюрные романы если я спасу ее от разбойника то стану в ее глазах героя так и знала она будет буквально есть у меня с рук и и наверняка не откажет дать мне взаймы немного денег ты собрался сделать из меня этого разбойник ты все схватываешь на лету так это есть тот самый план у меня была такая мысль сразу в голове неплохо ты придумал и речи быть не может давайте вот это скажем ты серьезно это и есть твой гениальный план ну я никогда не говорил что он гениальный ну лучше хоть какой-то план чем никакого надо было предложить ему денег дать я уже написал твои реплики что ты написал ну чтобы ты знал что говорить во время действия вот и маска надень ее чтобы схоластик тебя случайно не узнал но нет времени объяснять схоластика идет действуем по плану утром встретимся в шалфее а можно реплики прочитать не с места что происходит спасите сегодня не твой счастливый день гони кошелек не так быстро брось меч мерзавец это твой единственный последний шанс лютик да это я хотя подонки этого города называют меня пурпурный мститель танос нет только не пурпурный мститель танос которого мы заслужили молчи каналья пурпурный мститель пурпурный мститель пурпурный мститель он лучше чем я думал стража он попал в меня а так и надо было его этот висельник наверняка сейчас исчезнет он же не хочет попасть в руки стражников ты же не хочешь все я бегу бегу я все правильно сделала возвращаем обратно мундирование наше ну блин я надеюсь все прошло как нужно блин там же была парикмахерская я забыла ладно пока с бородой побегаем ой думал он мертвы хоть кто-то что-то хорошее сказал ведьмак это звучит гордо а то то урод то еще кто-то я буду за тобой приглядывать а ты из какой деревни будешь из вербитцы это в тимерии два дня пути отвозим ну хорошо остави к нам он в прошлый раз мне подарочек оставил как я тебе мне он всегда ничего не дарил давайте медитировать где там наш дружбен надеюсь он ее очаровал у нас все вышло и у него будут деньги как-то долговато грузятся не как обычно прикиньте это какая-то ошибка вы пришли слишком рано договорились на сегодня вот мы и приехали материал привезли экран был темный а кнопки нажимались только вы госпожа начальница будьте так добры выбрать декор и мы начнем уже наконец но лютику даже не из чего вам заплатить кажется уже есть из чего или скоро будет во всяком случае он над этим работает ну все путем решайте уже наконец в каком стиле желаете иметь интерьер ну блин он же знает что хозяин лютик давайте спросим почему у нас спрашивает почему ты меня об этом спрашиваешь потому что госпожа начальница что-то не умеет ничего решить а мастер лютик говорил что думает между стилем бодуара и театральными декорациями но к нашему приходу непременно решить мы уже здесь а решение как не было так и нет и госпожа еще в таком удивлении что должна что-то выбирать хотя вроде как весь ремонт для нее и затевался для меня? так ведь не для меня же решайте уж наконец а то меня сейчас кондрать и хватит не знаю что больше понравится лютику геральт ты знаешь его дольше скажи что-нибудь кабаре тоже театр пусть будет театральные декорации для кабаре больше подходит атмосфера бодуара лютик делает это для тебя тебе и выбирать ну блин как бы он и правда для нее делает пусть она решает или может мой знакомый дольше но ради меня он ни разу даже носков не переодел не говоря уже о том чтобы устраивать ремонт на самом деле он делает все это для тебя значит тебе и решать ну да хм бодуар ассоциируется у меня с чем-то элегантным и женственным но в то же время с острыми коготками именно таким и должно быть кабаре вот и ладненько наконец-то ну то что мы будем вмешиваться в их дела кончай перекур за работу у нас крас-то люди будут ремонт делать? да вижу с этим кабаре все серьезно с тех пор как он получил это место он только и говорил о кабаре но я даже не думала что он перейдет от слов к делу тем более так быстро может теперь он даже остепенится в конце концов ему придется приглядывать за делами вот это было бы зрелище вопреки тому что о нем говорят у лютика очень рациональный подход к жизни ну не знаю давайте просто ее поддержим это правда он старательно придерживается принципа что чтобы хорошо жить нужно хорошо развлекаться не смешно я не шучу и в этом принципе нет ничего дурного лютик просто умеет радоваться жизни но при этом он ответственный он всегда платит вовремя всем кто здесь работает ни разу не завалил ни одного выступления хорошо бы чтоб вашей премьеру он тоже не завалил а то его вовсе еще нет он говорил что раздобудит денег и забежит к Полли нашему хореографу а то она в прошлый раз не перешла на репетицию надеюсь он не вляпался в очередные неприятности с ним все возможно скажу его поищу ну да это уж так думаю если он до сих пор не пришел ну хорошо надо проверить тут ой-ой-ой-ой тут относительно все близко дала бы я тебе скидку за эти твои г mejor чем-то воняет у это здесь здесь по мяч и вареники мы взяли здание что закрытие поле ссориться со своим женихом придурка в этом городе только она разбирается в хореографии а этот баран не позволяет ей на меня работать почему погоди а что ты тут собственно делал мы должны были встретиться в шалфе и должны но тебя не было присылла начала волноваться я пошел узнать что с тобой она волновалась из-за меня это так мило для нее в отличие от тебя не слишком так что идем обратно ты не слышишь что там творится надо помочь поле и почему красивые женщины всегда связываются с такими козлами неправда понятия не имею отойди я выбью дверь я разве свой счет принял может не будем сразу разносить ее дом где-то здесь у нее был запасной ключ откуда ты знаешь где у нее запасной ключ мы ведь не вчера начали вместе еще до того как поле сошлось сходу и охваны бабник уже еще я торчал здесь когда присылу репетировала с поле в шалфе и розмарине девушки работали над танцевальными номерами а я сочинял музыку то есть поле это не одна из твоих я не смешиваю личную жизнь работу точно речь не идет о прицеле присылла как ты мне только что сообщил волнуется так что хватит болтать и давай искать ключи ладно давай искать блин ну его характеру подходит именно вот этот вот костюм и я случайно тут его нет я случайно ну убери засиделся какого дьявола убирайтесь из моего дома смени тон и оставь эту женщину в покое это моя невеста но не твоя собственность я люблю тебя и не позволю чтобы ты сверкала задницей в этом его банк у нас теперь кабаре минуточку минуточку вижу тут произошло ужасное недоразумение я вам сейчас мигом все объясню засусь все в жопу свои объяснения понял убирайся отсюда или я тебе рожу расквашу мой друг вежливо просит так что сделай мне одолжение и выслушай его или мы поговорим по другому ну ладно говори хуби верно поле много тебе рассказывала она говорила что ты эрудит что ты всегда открыт к новым идеям как стеллет как стеллет ну правда я человек открытый но моя открытость заканчивается там где моя невеста начинает вилять попой по борделям упирайтесь отсюда оба поле никуда с вами не пойдет дай ему закончить речь вообще не про бордель видишь ли приятель геральт верно то что лежит на столе это старый старый очень еще с тех времен когда владельцем заведения был другой человек я бы никогда не допустил чтобы в моем кабаре то есть какие-либо мне репутация не позволяет так что ты вообще тогда затем серьезный человек вообще-то перед весной классная артистка и я хочу чтобы она занималась делом достойным ее таланта она будет хореографа а это означает процент от каждого представления которые я стану как он легко его убедил значит решено до встречи в шалфее поле ну я побежала я тебя догоню я думал что будет хуже блин ну так тут фразочки иногда раньше бы было не так очевидно что выбирать а сейчас именно в этом задании очень очевидно что выбирать вторая фраза вообще ужасная было бы лучше если бы ты предоставил это меня как будто мы такие вообще чсв максимальная ты неплохо справился по-дружески неплохо ты все устроил когда ты назвал его эрудитом он окончательно обалдел самое важное в переговорах быстро найти чувствительное место оппонента и нужным образом на него надавить ну что возвращаемся мне нужно еще заскочить к латрику я давно заказал ему новые плакаты а у хуби все равно была старая версия сейчас кому-то придется долго объясняться кто такой латрик а ты о нем не слышал генрих латрик известный художник-портретист ты заказал рекламные плакаты у портретиста это мой старый знакомый ему как раз были нужны деньги я решил что для нашего первого представления плакаты не помешают зрительный зал сам собой не наполнится ну давайте поможем я схожу к художнику а ты возвращайся в шалфей кто пристыла намылит мне шею правда сходишь еще минута я передумаю говори где он живет в портовом квартале я скоро вернусь найти латрика взять у него опишем картинка какая-то такая славная что ли стала странная я не думала что здание будет таким длинным и веселым приятно наблюдать за химией между Элютиком и Геральтом эта вот дружба прикольно вопarım ас этого анالم ой бандит вот сейчас глютик сам пошел и получил бы пиздюлей. Красивая картина у портретиста. Ты не слышал, что я сказал? Здесь все теперь мое. Вали отсюда, чудила. Ладно. Я думал, мы разберемся спокойно. Я тоже думала. Жалкое зрелище. Я бы пожалеешь. О! А... Типа... Ну, приходи в себя. А что мы меч не взяли? Не брался у меня меч. Странно. Чего тебе нужно-то? Мне нужны плакаты. Нет тут никаких плакатов. Аллатрик. Где он? А-а-а. Поэтому меч не брался. Не бойся там же, где и всегда. Спускает последние деньги на скачках у Вигельбудов. Мы там были. Ну, видишь, ты мог бы сказать все сразу. Блин. Это так далеко? А-а-а. А-а-а. Знаешь, что люди говорят? Седой, айди сюда. Кто меня зовет? Никто не знает. А-а-а. Откуда он там взялся? Седой, айди сюда. Это все, что ты уже работаешь. Что ты делаешь? Что ты делаешь? У нас, сударь-ведьмак, беда. Ищем мы раненого товарища. Ну и найти его не можем. Бедняга должна быть кровью истекает. Вы ведь разных чудищ выслеживаете. Так может, ты к нему приведете? Мы хорошо заплатим. Ну, давайте поможем. Почему бы нет? Время есть. Ну так видите, сударь-ведьмак. Как можно скорее, а то ведь несчастному помощь требуется. Если это засада... Может, вы сперва мне дадите след? Ах, да. Бежал он к порту. Из каналов. Из каналов? Вонь сточных вод я везде узнаю. Я-то слышал, что это молодец. Идопадок традиций только с разложением морали. А, да. И я уже где-то про это слышала. В природных условиях. Хорошо, идите, каналы. А, вы за мной бегать будете, да? Ага. Есть новости из Вазимы. Вижу. Отпечатки башмаков. Следы ила из водостока. А это случайно не тот, которого мы оставили помирать? Который на Зултана гнал? Крозь свежая. Внезапно так. Ну да. Нет. Сука, я сам не знаю. Чё за мыслитель? Смилуйтесь, господин. У меня больной ребёнок. Да не один. Порядок. Есть порядок. Так, вот кровь. Сюда. Само твоё присутствие оскорбляет. Вот. И когда вы наконец начнёте уважать купцов? Теперь вперёд бежим. Что вы нам предлагаете, это просто оскорбление. Вот где ты, сукин сын. Пять пудов чистейшего физ штеханам спалил. Да ты знаешь, сколько это стоило? Лады, ведьмак. Забирай кассу и уматывай. Блин. Я думаю, они действительно своего товарища ищут. А он им спалил, получается, запрёщённые вещества? Оставьте его. Оставьте его. Чудо чудное. Ведьмак защищает охотника за колдуньями. Не хватало ещё, чтобы мышь за котом гонялась. Я не шучу. Нет? Ну давай поговорим по-серьёзному. Умри, козёл. А можно отсюда уйти? Умри, козёл. Ой. Но они бандюки. Надо было им не помогать. Спасение из твоих рук. Так бы и он живой остался. А потом научить этому фокусу своих друзей. Слушай, я потерял много крови. Мне нужен медик. И побыстрее. Поможешь мне? Ну давайте поможем. Да чего ж вы вежливые становитесь, если вам чего-то нужно. Ладно, пусть это будет на моей совести. У нас, в отличие от них, есть сердце, чувства. И мы очень эмпатичные. Мы помогаем. Всё? Может, он нам когда-нибудь поможет. Убивать, конечно, их не хотелось. Но... С другой стороны, они продают запрещённые препараты. Которые убивают... Многих других людей. Из-за которых... Из-за этих веществ люди тоже убивают. Поэтому... Поэтому я считаю, всё нормально. Так. Где у нас быстрый переход? Капец, ближайший аж тут. Ой. Куда я бегу? Детский плач, понимаешь? Вы не понимаете. Это бесценный рупус. Мы сняли молитвы силе вечного огня. Защитника нашего города. Только несокрушимая вера в мощь этого пламени может принять. Так, почти на месте, почти на месте. Всё, гуд. Перемещаемся. К Вигельбудам. Там, где мы уже были. В смысле, отправиться в порту Кайр. Задание слетело. Так. Кабаре. Вот они, родненькие. Сюды. Так, он кто-то стоит. Какое-то дополнительное задание сверху. Не останавливаешься. Интересно, а я смогу поучаствовать? Если хватит денег на вступительный взнос, есть собственная скаковая лошадь, почему бы и нет? Только решай быстрее. Сейчас начнётся. Расскажи мне о ваших скачках. Их начали устраивать согласно последней воле Эразма Вигельбуда. Он сколотил состояние на азартных играх и всегда этим гордился. А семье не мешает ипподром перед домом? Боюсь, исполнение воли господина Эразма было условием получения наследства. Каковы правила скачек? Они столь же просты, сколь прост был сам господин Эразма. Два всадников стартуют одновременно и совершают один круг по ипподрому. Угу. Ну, давайте поскачем. Я хочу участвовать в скачках. Бесподобно. Твой титул и имя твоего скакуна. Геральт из Ривии на Плотве. Восхитительно. Твоим соперником будет, дай-ка я посмотрю, Шеймус Хольм. Сверхом на Атосе. Приготовились. Считай удар, бёдь. Один, два, три, старт! О! Один круг. Один круг. Энергия лошади у нас уже хорошая. Должно хватить, в принципе. Давай, плотва родная. Вы ведьма, там должно быть стыдие. Тихо. Здесь говна круто, не скручь. Чуть-чуть подзарядились. Внимание, внимание! Последний заезд на скачках памяти Разма Вегельбуда выиграл Геральт из Ривии. А чё? Я думаю, ещё этот один круг. Однако не будем обманываться. У тебя не было серьёзных противников. Ещё заезд? М-м-м, ещё? Давайте. Я хотел бы пролехаться ещё раз. Дивно. Скоро начнётся новый заезд. Твоим соперником будет Викон Тронер, верхом на каникулах. Викон состязается инкогнито, поэтому прошу не разглашать его тайну. Верхом на каникулах. Это как? Надо было сначала поменять этот. Чё у меня плотва сразу не скачет как надо? Тропинка как будто другая. Я застряла. Я застряла. Вы это видели? На ребятишек не гляди, испугаешь ещё. Хитрость, хитрость. Самое главное не застревать. Ровно ехать. Давай-давай, чуть-чуть осталось. Внимание, внимание! Последний заезд на скачках памяти Разма Вегельбуда выиграл Геральт из Ривии на платве. Здесь была напряжённенько, конечно. Поздравляю с блестящим выигрышем. И ещё заезд. Давайте в другой раз. Я так понимаю, он тут и будет стоять? Чё нам дали? У меня этот седло 65. Генрих Латрек, художник, банкрот и жертва искусства. К твоим услугам. Меня прислал Лютик. А, да. Скажи ему, что его плакаты сейчас в безопасности, в тайнике. Но сходить за ними я не могу. Мой дом захватили бешеные кредиторы. Мы там были. Кажется, одного из них я даже встретил. Ну вот, видишь? А вдобавок граф Делувертен дал мне шанс отыграться. И хочет со мной поспорить на все мои долги. Не у каждого хватит денег на такой благородный жест. А у Делувертена-то хватит. Это младший сын герцога Сальма. А его семья торгует драгоценными каменьями. Одним долгом больше, одним меньше. Для него разницы нет. Ты чего-то огорчаешься. У тебя есть шанс одной ставкой расплатиться со всеми долгами. Последнее время у меня черная полоса. Если я соглашусь на предложение Делувертена и проиграю, то до конца жизни буду к нему привязан. Можно выплатить долг и двести? Всего лишь двести? Просто скачки, друг, я не выиграю. Давайте вот так вот сделаем. Я могу выплатить твой долг без всяких дополнительных обязательств. Спасибо. Я не ожидал. Могу я спросить, откуда такая щедрость? Ну, скажем, время от времени я люблю делать что-то хорошее. Ну, так что, теперь можем идти за плакатами. Давай мы тебе помогли. Я надеюсь, он выполнит свое обещание. Капец, вы слышали, как все начали галдеть просто максимально? Чуть скачка мне помешала. Ладно, давайте не по тропинке бежать, а так. Ой. Я побежала не туда. Хлотва, молодец. Чего я тут пробежать не могу? Класс, я бегаю через веревки. Текст, возвращаемся к Лютику. Веди себя прилично, ведьмак. Сегодня торжественное открытие. Гвоздь программы. Уступление. Я уже... Все наши друзья собрались. Вышло и правда неплохо. Ну, получилось... Хотя я думал о чем-то более... Ну, понимаете, в театральном стиле. Тебе не нравится? Я думала, бодуар придется тебе по вкусу. Так это ты выбирал? Я вовсе не говорю, что... Так плохо. Просто я все иначе себе представлял. Сейчас договориться. Знаешь, если задуматься, то ты права. Да, стиль бодуара прекрасно подходит к обороне. А что с Латриком? Ты принес плаканы? Латрик сказал, что сам их занесет. Отлично. Это будет лучшая реклама для Хмельева. Я надеюсь, он придет. Ты не говорил, что хочешь сменить название? Шалфей и Розмарин совсем неплохо, но... Это напоминало ресторацию с темерской кухней и с официантками в народных костюхах. Ну да. Хмельон больше подходит к обороне. И явно намекает на то, что характер самого места изменился. Потом Хмельон и звучит как-то лучше. Что с хореографией? Вы приготовили что-то особенное? Прям захотелось на какое-нибудь открытие. В заведение пойти. Она просто сокровище. Прибежала, сразу построила девушек. После премьеры публика на коленях будет рыдать от восторга. Я уверен. Ну, кажется, все готово. Когда открытие? Скоро. Через час генеральная репетиция. Я только заскочу домой за платьями. Спасибо за все. А, мелче. Кажется, моя мечта кабары вот-вот исполнится. Может, отметим? Я угощаю. А, только если не сильно. Почему нет? Вот это я понимаю. Только не напивайтесь, мальчики. Мастер говорил, что ты разговаривал с Кусцилой. Разговаривал. Она говорила что-нибудь обо мне? Да. Давайте вот это скажем. После разговора с ней я сделал вывод, что она не вполне нормальная. Что? Что ты ответственный и твердо стоишь на земле. Геральт сейчас выступает в роли свахи. На этот раз нет. Я надеюсь, они будут вместе, и не будет все хорошо. Как тебе удалось вытянуть деньги у схоластики? Ну, было нелегко. Ее так раззадорило это наше представление, что мне 4 часа пришлось читать ей «Плачешь, папа». То есть вы не... Да ты с ума, что ли, сошел? За кого ты меня принимаешь? Такая пауза потом. Хапа, ну конечно. А ведь знай, как важен для меня этот вечер. Я про дело знаю. Может, она прихорашивается каким-то особенным. А это требует времени. Ммм, неправда. Женская тщеславия не знает границ. Мастер Лютик! Прессила! Она... Что? Говори уже! Она тяжело ранена. Кто-то на нее напал и ранил. Ее забрали в госпиталь Вильмерия. Напал? Ранил? Я иду. Геральт! Сходишь со мной, пожалуйста? Конечно, пойдем. Да. Все так хорошо было. Она же... Она же будет жить? Наверняка. Состояние тяжелое, но стабильное. Простите, вы ее родственник? Родственник? Нет. Друг. Очень близкий. Капец, ее побили. Лютик, верно? Она звала вас, когда приходила в себя. Иохим фон Грац. Начальник хирургического отделения. До недавнего времени лектор Оксенфурдской академии. Хватит этикета. Что с ней, кроме глаза? Сотрясение мозга. Отек. Надрез на горле. Внутренние ожоги в области глотки и пищевода. Ее напоили какой-то кислотой. Кто мог это сделать? Не знаю. Но я знаю наверняка, что он сделал это не в первый раз. Откуда такая уверенность? Я уже видел подобные раны. Они весьма примечательны. Собственно, даже на этой неделе в мертвецкой оказалось тело с аналогичными повреждениями. И вырванным сердцем. В... вырванным? То есть, Присцилла тоже могла... Этим кто-то занимается? Я надеюсь, она будет жива. Здесь на кострах горят только невиновные. Геральт, я знаю, что у меня перед тобой сто неоплаченных долгов. Что ты спасаешь мою шкуру в среднем раз в год. Но я обязан тебя об этом попросить. Найди ублюдка, который с ней это сделал. Найди и убей. Тебе не придется меня уговаривать. Пойдем подумаем, что делать дальше. Потому что... Я бы рекомендовал осмотреть тело предыдущей жертвы, о котором я упоминал. Вскрытия еще не было. Но его результаты вполне возможно могли бы навести вас на след. Какой-то маньяк. Чему вы удивляетесь, господа? Как врач я знаю, насколько важна профилактика. Вместо того, чтобы ждать новых жертв этого психопата, я бы предпочел его удалить. Как опухоль. Угу. С тем только, что опухоль, как ты верно ее назвал, не будет спокойно ждать, пока ее удалят. Спасибо за помощь. А ты, должно быть, не знаешь, во что ввязываешься. Прекрасно знаю. И уверяю, что смогу за себя постоять. Легко такое говорить. Особенно, если всю жизнь держишь в руке скальпеля, не меч. Взгляните на этот шрам. Знаете, что оставляет такие следы? Истень. Или Моргенштерн. Думаете, меня ударили за операционным столом? Нет? Повторюсь. Я знаю, что делаю. И хочу помочь. Ну, мы надеемся, что ты хочешь помочь. Думаешь, меня пустят в мертвецкую? Через главный вход? Разумеется, нет. Но туда можно пройти каналами. И часто вы туда спускаетесь, уважаемый доктор? Настолько, насколько этого требуют профилактические действия. Я вижу, ты практикуешь интересные методы лечения. Довольно агрессивные, я бы сказал. Поговорим об этом по дороге. Вы готовы? Ведем. Да. Готов и заинтригован. Я достану его, Лютик. Будь это хоть самый рар Хемельфарт. Спасибо. Идите вперед. Надеюсь, это никакая не подстава. Ребята, давайте сохранимся. Закончим на этом и продолжим уже в следующей серии. Я надеюсь, у нас получится спасти Брисцеллу. Она этого не заслужила. Мы найдем этого маньяка и с ним разберемся. Видите, как у Геральта пальцы трусятся. Хочет скорее его уже прикончить, как и я. Ладно, надеюсь, вам понравилось. Эплодис находится в описании. А пока на этом все, ребятки. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите колокольчик, комментируйте. Всем до встречи. В следующем видео.